В ноябре прошлого года в администрации прошли публичные слушания, на которых саровщанам представили проект подъездной дороги к новому участку городского кладбища. Предусмотрели разворотную площадку, пешеходный тротуар, уличное освещение. Вот только для строительства этого объекта необходимо было вырубить лесополосу шириной 50 метров. Это и стало камнем преткновения между администрацией и жителями. Саровщане не готовы расставаться с лесным массивом. Граждане не раз присылали в администрацию письма, в которых просили учесть их мнение и по возможности рассмотреть строительство дороги в другом месте. Рабочая группа проработала два варианта. Это объезд вообще кругом, вокруг всего кладбища. То есть заезд со стороны КПП-4 почти. И второй вариант, третий вариант, это заезд со стороны, будем говорить, улицы Курчатова через Овраг, через Пойму и подъезд сюда. Специалисты управления капитального строительства провели расчет всех трех вариантов возведения новой дороги. Стоимость первого оценили в 34 миллиона рублей. Объездной путь выйдет в 184 миллиона. А строительство дороги через улицу Курчатова в 148 миллионов. Разница немалая, поэтому было принято решение доработать первоначальный проект, учитывая все просьбы горожан. После чего сотрудники администрации вновь встретились с жителями микрорайона. Дали пояснение по первому проекту, что вырубки 50 метров никаких не будет. Максимальная ширина полосы отчуждения для дороги 25 метров. Двухполосные движения по 3,5 метра в каждую сторону. По слову Владимира Еминцева, такая проработка проекта жителями к району удовлетворила. И они смогли прийти к компромиссу. Сейчас специалисты приступили к разработке нового дизайн проекта. Предусмотрят в нем и новые парковочные места. Допланирована у нас 16 парковок, дополнительная парковка на 16 автомобилей мест по новой дороге. Ну и, соответственно, парковка будет большая около приезда на новые кладбищества. Проехать по новой дороге можно будет уже в 2019 году. К строительству приступят, как только закончат работу с документами и проведут все необходимые процедуры. Мария Руньч, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Положение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций рассматривалось народными избранниками не один месяц. К обсуждению документа привлекли даже членов общественных организаций. И к очередному заседанию социального комитета участники рабочей группы представили новую редакцию положения, в которой выделили приоритетные направления поддержки. Из большого перечня видов поддержки, которым в принципе может оказываться, мы выделили четыре направления. Это социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан, деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, улучшение морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности. Деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества. Этот перечень вызвал ряд вопросов как у народных избранников, так и у представителей администрации. Поскольку вы добровольцы в России, и все понимают, что это сегодня приоритетное направление молодежной политики, почему вы пункт 8 обошли своим вниманием и не включили благотворительную деятельность, деятельность в области содействия добровольческого. Очень бы хотелось это считать приоритетным направлением, потому что никто добровольца как раз и нуждается в этой поддержке. Нынешнее положение, оно не исключает поддержку этого пункта, просто выделяет другие приоритетные направления. Но если сейчас депутаты скажут и будет речь идти об этом, вот вопрос раз встает, давайте обсудим, может быть нам действительно стоит приоритетное направление. Восьмой пункт из видов деятельности раздела 4 тоже выделить приоритетные направления и заострить на нем внимание. Предложение добавить добровольчество в перечень приоритетных направлений так и не прозвучало. Решили даже сократить список и убрать из него проведение поисковых работ. Это и так часть военно-патриотического воспитания, не стоит выделять его отдельным пунктом. Как пояснили участники рабочей группы, документ носит живой характер, а значит еще не раз будет прорабатываться. Приоритетность направления будет определяться ежегодно в зависимости от их востребованности. Субсидии из городской казны будут выделяться через конкурсный механизм. Общий объем финансирования на 2018 год составит 1 миллион рублей. Мария Ирунч, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. Тем, кто ругает состояние дорог в Сарове и в страшном сне, не приснятся эти огромные ямы и колдобины. Ими, к сожалению, изрезан единственный путь до детского оздоровительно-образовательного центра «Березка». И уже 3 июня по этой дороге на первую смену в лагерь отправятся автобусы с детьми. Это направление, так скажем, Дивеева, лагерь «Березка», потому что дорогой-то уже его сложно называть, оно, в принципе, известно для перевозчиков, которые как раз-таки осуществляют доставку детей. Они прекрасно понимают, как себя вести в данной ситуации. Три детских смены, молодежная профильная смена, городские форумы и заезды под эгидой Министерства образования Нижегородской области. В плане мероприятий лагеря «Березка» круглый год огромное количество событий. И для того, чтобы добраться до места, участникам заездов приходится преодолевать настоящую полосу препятствий, иногда съезжая на обочину, а иногда и вовсе останавливаясь перед очередной ямой. И неважно, легковой это автомобиль или автобус. «Мы обязаны сопровождать данные кортежа, привлекая сотрудников ГИБДД». По словам специалистов управления автомобильных дорог региона, последний ямочный ремонт этого участка проходил в прошлом году. Но, как видно, от него уже не осталось и следа. Начиная с 2011 года в разные инстанции было написано огромное количество писем с просьбой провести капитальный ремонт дороги общей протяженностью 5 километров. И все ответы чиновников сводились к одному. Дорога до лагеря включена лишь в предварительный план ремонта. «В апреле месяце был получен ответ из министерства, что мы включены в реальный план. То есть это реальный план, подкрепленный деньгами. И сумма порядка 40,5 миллионов рублей на ремонт именно вот этого самого критичного участка дороги». Тот самый критичный участок заканчивается после поворота на Коврес. И от указателя на населенный пункт до ворот лагеря проходит участок, ответственность за который несет администрация Сарова. Его состояние вызывает меньше вопросов. А ремонт тех самых пяти километров ям и выбоин планируют начать в конце текущего года, а завершить уже в следующем. Канал 16 будет следить за развитием событий. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Чтобы узнать, через сколько минут к нужной вам остановке подъедет автобус или маршрутное такси, достаточно просто заглянуть в специальные приложения на своем смартфоне. Программа была придумана в Пензе и взята на вооружение во многих городах России, в том числе и в Сарове. Таким образом, в интерактивном режиме, в системе интернет, можно увидеть, как перемещается общественный транспорт по городу. Перемещается весь общественный транспорт. У нас прошли переговоры со всеми перевозчиками. Это и муниципальные перевозчики, и коммерческие перевозчики. Первым шагом к созданию системы «Умный транспорт» в нашем городе стала установка информационного табло на одной из остановок. На нем отражается название маршрута и время прибытия. За год обычное интерактивное табло превратилось в полноценное мобильное приложение, которое в ближайшее время будет совершенствоваться. Мы сейчас продолжаем развивать эту систему и уже ее переносим на платформу «Чисто Саров». Вот знаете, что есть такая платформа. Она у нас активно развивается. Значит, там она будет интегрирована и более усовершенствована. Разработчики внедряют в нее не только расписание и движение транспорта, но еще и геопозиционирование остановок. Также у департамента городского хозяйства появится возможность отслеживать исполнение муниципального контракта, заключенного с перевозчиками. В принципе, мы стараемся в течение квартала эти вопросы постараться максимально решить, потому что это и в наших интересах. Создание системы «Умный транспорт» – однозначно полезное решение, которое стало еще одним кусочком пазла под названием «Цифровой муниципалитет». Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей «Сарово-24». В современной системе образования существует множество программ, которые позволяют сформировать у ребенка понимание, что же такое здоровый образ жизни. Но зачастую все эти педагогические методики направлены на работу с детьми без каких-либо особенностей развития. А что значит формирование образа жизни у ребенка, который имеет какие-то патологии уже в принципе здоровья с рождения чаще всего? И вот это научная проблема, это исследовательская проблема. И над этой проблемой работают наши коллеги. Специально для того, чтобы создать диагностическую базу, разработать единую систему обучения и воспитания, был создан сетевой проект «Нижегородская школа «Территория здоровья. Новые тенденции и возможности для детей с УВЗ». В него вошли коррекционные школы Нижнего Новгорода, Дзержинска, Бора, Балахны и других городов области. Работа с детьми с УВЗ – это одна из сложнейших тем. И сегодня в условиях инклюзии это вызывает много вопросов и очень много спорных моментов с точки зрения их реализации, что необходимо разработать механизмы помощи этим ребятам в условиях как специальных коррекционных школ, так и собственных в общеобразовательных организациях. На областную конференцию в школу-интернат номер 9 пригласили и педагогов общеобразовательных школ. Обмен опытом и знаниями в этой сфере полезен всем, кто в своей практике сталкивается с инклюзивным образованием. Чтобы педагогическое сообщество выработало какие-то определенные подходы в обучении и воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья. Новые какие-то формы инклюзивного образования и в нашем городе, и в масштабах области. Педагоги девятого интерната сотрудничают с кураторами сетевого проекта «Кафедра и здоровье сбережений в образовании» более шести лет. Также в создании единой системы работы с детьми с ОВЗ принимает участие первый коррекционный детский сад «Лесная сказка». Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24. Черные закопченные стены, аж до пятого этажа, сгоревшая проводка и полное отсутствие света в подъезде. Такой неприятный сюрприз жителям дома номер 10 по улице Куйбышева подкинули злоумышленники, решившие поджечь детскую коляску на лестничной клетке. Пожар случился днем 21 мая, но запах гари до сих пор витает в воздухе. Сейчас коммунальные службы устраняют последствия чьей-то злой шутки. В первую очередь выбрасываем мусор, все, что там сгорело, начинаем отмывать стены, очищать. Оценка ущерба идет. Оценили, мы смотрим, если повреждены конструкции, угрожают жизни здоровой, то мы это сразу начинаем ремонтировать. Если это так закопченность, то вносим в график предварительных работ и потом начинаем ремонтировать. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарных в полвторого дня. Через пять минут спасатели уже были на месте. Звонившие сообщили, что загорелась квартира. Поэтому первым делом огнеборцы эвакуировали девушку из задымленного жилого помещения на втором этаже. И только после этого ликвидировали очаг возгорания. В результате пожара пострадала детская коляска и одна из входных дверей в подъезд. Они встают в очередь именно таких же подъездов, в которых произошел пожар. А так они ремонтируются в первую очередь с расчисткой, с поклеванием. Весь комплекс работ, который заложен по ремонту стен, окраска вся та же самая. По факту пожара проведена предварительная проверка причины возгорания поджог. Так же, как и в доме номер 8 по улице Юности. Здесь новая управляющая компания полным ходом устраняет последствия пожара. Уже восстановлено электричество и интернет. Сейчас пытаются очистить черные стены. В этом доме злоумышленники тоже подожгли коляску, а также кресло, которое находилось на лестничной клетке. Серия это правонарушение или печальное совпадение будут выяснять сотрудники правоохранительных органов. Даря Цапарина, Артемий Глазков, Сергей Рявов, служба новостей Саров, 24. Один из школьной жизни запомнит наставление педагогов. Второй – одноклассницу, в которую был влюблен. А выпускник 14-й школы Иван Свойкин еще долго будет помнить тот день, когда он и все его одноклассники не пришли на урок физики. Самый крутой день был, когда мы решили прогулять физику абсолютно всем классом. Почему? Потому что раньше, когда мы убегали по одному, нас потом давали на взбучку, а когда мы убежали все вместе, нас даже похвалили, потому что мы сделали это дружно. Несмотря на прогулянную физику, свое будущее Иван хочет связать именно с этой наукой. Себя он видит инженером и хочет посвятить свою жизнь техническим наукам. Юноша только покидает стены родной школы, но уже думает о том, как вернется сюда на традиционную встречу одноклассников. Только если у меня не будет в эти дни запланировать каких-то экзаменов или зачетов, тогда, возможно, приеду. А если и буду, то лучше поучиться. Выступая с напутственными словами, классные руководители отметили, что у этого выпуска огромный потенциал и однозначно большое будущее. Главное – идти к своей цели, быть честным и добрым. Знаю точно, что один человечек вернется обратно в школу. В роли педагога буду очень ее ждать. Знаю, что есть ребята, которые продвинуты в IT-технологиях. Очень хорошо решают, принимают решения, учатся и продвинуты в плане компьютеров. Надеюсь, что они будут передовыми программистами у нас в городе. Учебный процесс у старшеклассников города позади, но отдыхать им не приходится. Уже совсем скоро им предстоит сдавать единый государственный экзамен. И как это часто бывает, от его результата будет зависеть, поступят ли нынешние старшеклассники в вузы страны. Кирилл Васенин, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Пионер – всем ребятам пример. Столь простую истину эти школьники запомнят навсегда. Сегодня они стали теми, на кого будет равняться подрастающее поколение. Товарищ председатель Союза детских организаций «Сияющие звезды». Все дружины на торжественную линейку, посвященную Дню пионерии, построены и готовы. В этом году ряды пионеров пополнили более 400 ребят из 14 детских и пионерских организаций города. В «Сияющих звездах» их ждет увлекательная и насыщенная различными событиями жизнь. Тот опыт, который вы получаете в пионерских организациях, опыт общения, коммуникации, совместных каких-то действий, мероприятий, организаций, проведения, он вам пригодится в жизни, что бы вы ни делали, чем бы вы ни занимались. В этом году пионерское движение отмечает свой 96-й день рождения и 27-летие празднуют «Сияющие звезды». Поздравить ребят пришли и те, кто стоял у истоков создания Союза детских организаций. Мы ветераны пионерского движения всегда наблюдаем, как работают сейчас пионерские организации в нашем городе, какова их жизнь в школах. И мы отмечаем, что наши пионерские организации одни из самых лучших. Ну и какой праздник без подарков. На торжественной линейке памятные сувениры и дипломы вручили лучшим инструкторам этого учебного года. Свои награды получили также детские и пионерские организации, которые удостоились звания опорной дружины и победители смотра конкурса «Диагностика успеха-2018». После всех гостей вечера ждал праздничный концерт. А самые активные ребята могли поучаствовать в различных творческих площадках, посмотреть на пожарную технику и попробовать свои силы в сборке-разборке автомата. Мария Рунч, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров-24. Долгие часы тренировок, подготовка к очередным выездным соревнованиям, заветные кубки и медали. Решив однажды попробовать свои силы в спортивной секции, они прошли непростой путь и достигли очередной вершины. Право носить почетное звание выпускника спортивной школы ИКАР. Вы сегодня пойдете в большую жизнь. Спорт, упорство, красота. Эти понятия вы пронесете с собой через долгие годы. И это будет все вам помогать становиться успешными. Баскетбол, бокс, самбо, легкая атлетика, плавание, акробатика, пулевая стрельба, теннис, футбол, художественная гимнастика. Тренеры спортивной школы ИКАР готовят юных спортсменов по самым различным направлениям. Одно из самых последних – зрелищный и популярный сегодня чирлидинг. Все эти годы вас учили ставить перед собой цели, достигать их, выполнять задания тренера, добиваться результатов. Именно осаровских спортсменов можно увидеть в списке призеров и победителей всероссийских, европейских и мировых первенств. Нелегкий путь к таким результатам начинается в самом юном возрасте. Уже тогда в жизни будущих чемпионов появляются главные наставники – тренеры. Мы рады, что сумели привить вам все наши навыки, умения и опыт, которые мы сами приобретали в своей жизни. Рады, что вы научились побеждать, рады, что вы научились преодолевать себя. Свидетельства об окончании спортивной школы получены, а это значит, что у ребят есть все шансы сделать успешную карьеру и завоевать награды самых престижных чемпионатов. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24. Активисты городского клуба волонтеров «Инсайт» провели в торговом центре «Атом» акцию «Обними, если» в рамках всероссийского проекта «Стоп ВИЧ спит». Шесть юношей и девушек прикололи красные ленточки и взяли в руки плакаты с призывными надписями «Обними, если ВИЧ не приговор, если знаешь свой ВИЧ-статус». Фразы, которые на табличках, они как раз затрагивают эту тему, то есть они подтверждают, что ВИЧ не придается через прикосновения. «Обними, если, например, ты ведешь здоровый образ жизни», «Если ты считаешь, что ВИЧ положительный человек, требует поддержки и понимания». Формат мероприятия оказался новым для нашего города. Посетители торгового центра по-разному реагировали на молчаливый призыв «Обняться» и таким образом поддержать всероссийскую акцию. Одни нераздумывая обнимались, другие внимательно вчитывались слова на плакате. По словам организаторов, такой формат выбран не случайно. Главная цель – развеять один из мифов, касающихся ВИЧ-инфицированных людей. «Мы хотим, так сказать, показать, что ВИЧ не передается через прикосновения, то есть он не передается в быту, именно поэтому мы предлагаем обнять». Сегодня в России живет более 900 тысяч ВИЧ-инфицированных людей. По данным ученых, каждый час заражается около 10 человек. В группе повышенного риска по-прежнему находится молодежь. Поэтому, по словам волонтеров, их главная цель – как можно больше рассказать об этом заболевании и заставить окружающих хоть на минуту задуматься о своем здоровье. Елена Грискова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Благодарственные письма и грамоты в руках школьников в очередной раз доказывают, что хорошие оценки – залог успешной карьеры и будущего. Эти ребята уже сделали выбор в пользу той или иной дисциплины и с упоением постигают мир науки и знаний. Призеры и победители регионального и федерального этапа Всероссийской Олимпиады школьников были отмечены на городском уровне. Я 100% уверен, что здесь сидит будущая элита в хорошем смысле нашей страны, нашего города. И в том смысле, что это носители знаний, носители компетенции, мотивированные люди, которые обязательно сделают нашу жизнь лучше. Ученик 15-го лицея Данила Гришин успел изучить множество литературы о великих географических открытиях и путешественниках. Эти знания позволили школьнику добиться заметных результатов в освоении курса по географии. В будущем Данила хочет связать свою жизнь с интересной и редкой профессией полярника и приумножить достижения российских ученых в экспедициях в Антарктиде. А пока школьник – призер регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по географии. Мне это дает уверенность в том, что я разбираюсь в этом предмете, потому что задания не из простых, а скорее наоборот, очень сложные. Конечно, это дает какое-то приятное чувство того, что не просто так я занимаюсь этим, и если есть результат, соответственно, есть и стимул заниматься этим дальше. Из года в год саровчане показывают достойные результаты в Олимпиадах по математике и физике, биологии, химии, русскому языку и литературе, экономике и географии. Залог успеха в освоении школьных предметов – это целеустремленность и тяга к знаниям, а также поддержка исследовательских и творческих начинаний со стороны родителей и педагогов. Наши дети еще признательны и очень благодарны взрослым за то, что мы для них делаем. И, наверное, именно это чувство позволяет нам быть гордым, еще раз говорю, за наших детей, понимать, насколько много в них заложено талантов, возможностей и способностей. На торжественном приеме в департаменте образования благодарственными письмами и подарками отметили директоров и учителей школ, активных участников родительских комитетов. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Никогда не рылокоп, пожалуйста, не держал в руках автомат Калашникова, нет проблем. В глаза не видел костюм химзащиты, бери, примеряй на время. Ежегодные военные сборы – место, где десятиклассники могут по-настоящему почувствовать себя мужчинами, и испытать тяготы службы в армии в миниатюре. Никита Волгапкин самым интересным для себя на этих сборах отметил начальную медицинскую подготовку. Нужно в любом случае уметь помогать людям, оберегать их жизнь и здоровье. По словам военных врачей, умение останавливать кровотечение – основа военной медицины. Поэтому школьникам рассказывали и показывали, как правильно накладывать жгут, какие подручные средства использовать и как не навредить пострадавшему. Жгут на шею накладывается только в критической ситуации, при наличии кровотечения из артериальных сосудов с области шеи. Молодые люди с удовольствием не только разбирали и собирали автоматы. Каждый мог попробовать свои силы в кроссе на один километр и подтягивание. К колорита сборам добавляли неутихающие раскаты выстрелов автоматического оружия и военная техника, снующая по расположению стрельбища. Основная задача или цель этих сборов – закрепление знаний, теоретических знаний, которые ребята получили на школах, на занятиях по ОБЖ, разделу основы военной службы, на практике. А также это тоже является подготовкой их к службе в армии. Атмосферой сборов и новыми знаниями десятиклассники остались довольны. По мнению организаторов, это очень хорошая практика для ребят. Возможно, кто-то из них сегодня уже задумался о карьере профессионального военного. А значит, все то, что школьники испытали на себе сегодня, не напрасно. Кирилл Басенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Воспитанников и педагогов детского сада номер 9 в нашем городе считают первопроходцами в сдаче норм ГТО среди дошкольников. В прошлом году они впервые решились на спортивное тестирование детей. В этом году количество ребят, которые решили сдавать нормативы, заметно увеличилось. Примером для них послужили старшие ребята. В этом году проходил праздник, посвященный вручению значков ГТО. Наши школьники уже пришли к нашим деткам. Детки посмотрели, на эти значки захотели тоже их заработать в этом году. И вот сегодня мы представляем уже второй поколение. Бег на 100 метров, подтягивания, отжимания и подъем тыловища из положения лежа. Наклоны и прыжки. Дошколя там было, где себя проявить. Чтобы дети показывали высокие результаты в день тестирования, сотрудники сада ведут с подопечными долгую и кропотливую работу в течение всего учебного года. Мы участвуем во всех соревнованиях, которые настолько возможны в городе. На занятиях физкультуры. Я лично на зарядке. На выгорах подвижных. На вопрос, в каком возрасте лучше выполнять тестирование комплекса ГТО, и воспитатели детских садов, и сотрудники центра тестирования единогласно отвечают. Чем раньше, тем лучше. Это очень важно. Тем раньше приобщайся к физкультуре и спорту, тем ты будешь здоровее, тем здоровый образ жизни будешь вести. Когда с маловеса привыкаешь к физическим упражнениям, это дисциплинирует. Нормативы ГТО может сдать любой желающий. Для того, чтобы попасть на тестирование, необходимо зарегистрироваться на интернет-портале gto.ru, записаться на нужные испытания в муниципальном центре тестирования и в назначенный день прийти на стадион. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Бороться с огнем и рисковать свою жизнь ради спасения других на такое способен не каждый, но для пожарных это привычное дело. Свою работу они не считают особым подвигом и говорят, что пожарные – это не профессия, это призвание. Хочу выразить огромную благодарность действующим сотрудникам за ваш ратный труд на благо родного города и государства в целом. Ваш высокий уровень мастерства, богатый практический опыт, готовность выполнить свой долг, снискали авторитет у горожан, руководство города и охраняемого объекта. В Сарове специальное управление образовалось 22 мая 1948 года и с тех пор ее сотрудники 24 часа в сутки, 7 дней в неделю оберегают покой жителей нашего города. На празднование знаменательной даты пригласили не только действующих сотрудников, но и тех, кто стоял у истоков создания пожарной службы. Хочу выразить слова благодарности всем ветеранам. Спасибо вам за вашу работу. Именно благодаря вам за все эти годы удалось достигнуть высоких показателей и не допустить серьезных аварий и катастроф на охраняемых объектах. Пропустить столь важное событие не смог и старейший житель Сарова, ветеран пожарной охраны Федор Мамонов. Он также поздравил своих коллег с профессиональным праздником и получил из рук Дмитрия Зотова ведомственную медаль. Я хочу вам вручить юбилейную медаль 70 лет. Сотрудники Федеральной пожарной службы номер 4 не только оперативно реагируют на чрезвычайные ситуации, но и принимают активное участие в жизни города. Проводят профилактические работы со школьниками, становятся участниками различных мероприятий в сфере культуры и спорта. Поздравить коллектив с круглой датой пришли и первые лица города. Саров – город мирового значения. Мы все достойны особых условий нашей жизни. И то, чем занимаетесь вы в профессиональном плане, конечно, основная, одна из основных и значимых частей этого нашего совместного дела. Поэтому мы все поздравляем вас с праздником, желаем вам профессиональных успехов и сухих рукавов. В честь празднования юбилея сотрудников специальных пожарных частей наградили грамотами, благодарственными письмами и медалями за многолетний безупречный труд «Высокий профессионализм». Поздравили саровских спасателей и коллеги из других закрытых городов. И даже подготовили творческий сюрприз. В честь праздника огнеборцы подготовили подарок и для жителей нашего города – интерактивную выставку. Взрослые дети смогли поближе познакомиться с пожарной техникой, которая стоит на вооружении нашего города, и примерить на себя настоящую амуницию огнеборца. Мария Рунч, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. Первый сезон проекта «Десять песен атомных городов» прошел с большим успехом. В записи клипов на известные российские хиты приняли участие исполнители из Заречного, Северска, Зеленогорска, Снежинска, Железногорска, Лесного, Десногорска, Озерска и многих других городов. Одними из участников творческого проекта из нашего города стали педагоги и воспитанники детской школы искусств номер два. В проекте может участвовать почти каждый. У нас очень много здесь талантливых людей в городе. Проект как раз именно направлен на то, чтобы немножко породниться и городами за то. Города присутствия госкорпорации «Росатом» известны россиянам своими высокотехнологичными производствами и промышленностью. Второй сезон проекта «10 песен атомных городов» призван в очередной раз рассказать всей стране о том, что в небольших и закрытых городах живут творческие, талантливые исполнители и коллективы. Здесь объединились люди-любители, люди-профессионалы, которые преподают, которые связаны с своей профессией. Это огромная армия, более 400 человек. И мне кажется, что их еще больше. На официальном сайте программы «Территория культуры Росатома» уже открыто зрительское голосование за песни, которые в этом сезоне исполнят артисты из атомных городов. Также на портале можно подать заявку на участие в проекте. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова